Борьба за права – победа. Суд индустриального района рассмотрел дело, связанное с невыплатой страховки. Напомним, пермяк Сергей Иванов приобрел в ипотеку квартиру, но через три года у него случился инсульт. Рассчитывал на страховую компанию, но она не посчитала случившееся основанием для погашения кредита. Произошел шмитский инсульт. В итоге он стал инвалидом первой группы. У него сначала отказали ноги, нарушилась речь, полностью перестала разговаривать. Как мне сообщили врачи, у него погибла большая часть мозга. Тяжело болел, но продолжал платить по счетам. Татьяна Лучникова, гражданская жена Сергея Иванова, рассказывает, в 2017 году он взял в ипотеку квартиру, при этом застраховал свое здоровье и жизнь. Рассчитывал, что в случае проблем со здоровьем долг покроет выплаченная страховка. В 2020-м у мужчины случился инсульт. Он стал инвалидом. Но в выплате ему отказали. И даже обвинили в том, что Сергей при оформлении полиса якобы намеренно скрыл проблемы со здоровьем, что называется смухлевал. Страховая компания ссылается на то, что когда-то у человека было давление. Все. Что в последующем привело к инсульту. Но наш клиент, он работал водителем на крупном предприятии города Перми, Пермского края. Ежедневно он проходил медицинские комиссии и так далее, и так далее. Известный врач-эксперт показал в суде, что инсульт заранее предвидеть нельзя. Следовательно, у истца не было намерения ввести в заблуждение страховщиков. Тяжбы длились больше года, и на протяжении всего времени человек с первой группой инвалидности вынужден был выплачивать внушительные ежемесячные платежи. На это уходила вся небольшая пенсия Сергея. Но если бы мужчина допустил хотя бы три просрочки, банк мог обратить взыскание на квартиру, ее попросту продали бы с молотка. Тянуть финансовую лямку было уже невыносимо. Суд, впрочем, в итоге все же встал на сторону истца. Решением суда страховую компанию обязали погасить ипотеку. Кроме того, штрафные санкции в пользу нашего клиента, то есть там неустойка, штраф, компенсация морального вреда. В дальнейшем также мы планируем взыскивать убытки. То есть на протяжении этого года, пока шли судебные разбирательства, клиент все-таки платил ипотеку, хотя с момента наступления страхового случая уже не обязан был этого делать. Хотелось бы дать совет тем людям, которые решили взять ипотеку, одновременно застраховать свою жизнь и здоровье. Совет, читайте внимательно документы, которые подписываете. Обращайте внимание на ту же самую анкету, где вы указываете. Ставите галочки, подписывайтесь о всех своих проблемах здоровья. И мой совет, в случае, если у вас сложилась такая же ситуация, боритесь за свои права до конца. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.